Слово Вчера мы с вами дошли до 6 стиха. Одно из величайших мест Писания, где Иисус говорит «Я есмь». Вы помните аналогичные места в 6 главе Евангелия от Иоанна «Я хлеб жизни», «Я свет миру», «Я пастырь добрый». «Я дверь овцам». «Прежде чем Авраам был, я есмь» Иоанна 8, 58. И вот перед нами Иоанна 14, 6. Иисус говорит, включая в этот стих практически все «Я есмь» и «Истина» и «Жизнь». Куда нам идти? Идти нам туда, где нас ожидает счастье. Мы хотим прийти туда, где можем чувствовать себя в безопасности. Мы хотим попасть в небесный дом. Как же туда попасть? Мы идем через Христа, называющего себя словом «путь». Мы идем ко Христу, ко Христу, который есть жизнь. Мы идем ко Христу, который есть истина. Мы идем через Христа, который есть жизнь. Причем, обратите внимание, он не говорит «Я один из многих путей». Или «Одна из многих истин». Или «Одна из многих жизней». Он называет себя путь, истина и жизнь. Единственность. По-гречески есть два слова, обозначающих жизнь. От одного из них происходит слово «биология», а от другого – «зоология». Соответственно, одно из этих слов «биос» – это жизнь животного мира, жизнь, которая в нашем дыхании. Второе слово «зоэ» – это духовная жизнь. Жизнь, которую мы получаем от Бога. Именно такую жизнь и дает нам Христос. В начале моего христианского служения, когда я только-только стал пастором, в нашей церкви была одна молодая мама. Она ждала ребенка, с радостью ждала ребенка, а потом она этого ребенка потеряла. Я тогда был еще молодым пастором. Никогда ни с чем подобным мне не приходилось сталкиваться. Было тяжело. И вот она очень лично, очень подробно мне все это описала, описала все, что произошло. Описала она мне так, что в начале ее беременности у труба, где жил плод, где жил ребенок, была заполнена гелием, тем самым гелием, которым шарики надувают. А потом, она говорит, пришел такой момент, когда мне уже не казалось, что там гелий, мне казалось, что там обычный воздух, который взлететь никуда не может. Жизнь, которая дает, которую дает Христос, это жизнь способная воспарить. Это жизнь, в которой и мы способны воспарить и лететь. Это жизнь окреленная, жизнь подлинная. Когда ваша душа улетает ваше тело, как христиан, в первом моменте сознания, после того момента, что мы называем, падение, вы посмотрите и скажите, Знаете, в тот первый момент после вашей физической смерти, в тот момент, когда вы перейдете в мир иной и воспарит ваша душа, вы вдруг посмотрите на то, что прошло, на то, что было раньше и скажете, Оказывается, я все путал. Не умер я. Это тогда, раньше я был мертв. Сейчас же я живой. Когда Адам и Ева съели фрук, я верю, что то, что они чувствовали, после того, как они умерли, было так разным, от того, как они чувствовали, что они знали, что они умерли. Вкусив плод, Адам и Ева испытали такую перемену в своих ощущениях, что, я совершенно уверен, они поняли. Вот, мы умерли. Мы умерли духовно. Уже умерли духовно. Что же делать с мертвым телом? Естественно, его прикрыть. Что же сделали Адам и Ева, вкусив плод? Они покрыли свои тела. А Иисус пришел для того, чтобы обратить смерть вспять. Пришел для того, чтобы дать нам жизнь. Он дает нам свою собственную жизнь. Итак, он говорит, я есмь, путь и истинная жизнь. Поразительные слова, невероятные слова. Но дальше он скажет вещи, он выскажет мысль, которая многим кажется куда более спорной. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я думаю, мне кажется, что в наших беседах о первых 12 главах Евангелия от Иоанна, мы уже беседовали о том, что называют, часто называют камнем преткновения исключительности. Обида исключительности, потому что как раз за это на нас христиан больше всего обижаются и больше всего негодуют. Последователи других религий не столько обижают мысль о том, что Иисус Христос это один из сыновей некоего Бога. Их обижает мысль о том, что существует один Бог, у которого есть только один сын, который и есть единственный путь к Богу. Мы с вами это увидели в конце первой главы Евангелия от Иоанна, когда мы вспомнили о лестнице Якова и провели параллель между лестницей Якова и явлением Иисуса Христа. И помните слова Иисуса Христа, помните слова Иисуса Христа, вот израильтянин, в котором нет лукавства. Я провел параллель между этими словами и жизнью Якова, которого тоже называли Израиль. И он был первым израильтянином, или, собственно говоря, первым Израилем, отцом израильтян, в котором лукавство-то как раз и было, потому что имя его значит хитрый, лукавый. И когда в последнем стихе первой главы Иисус говорит Нафанаилу о том, что он будет видеть ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому, а между этим стихом, у этого стиха есть связь, этот стих связан, этот стих отсылает нас к книге Бытие, 28 глава, где говорится о лестнице Якова, о том, как Яков видел ангелов, восходящих и нисходящих. Так вот, лестница между небом и землей есть только одна, есть только один путь попасть с земли в небеса. Это единственная лестница, и на вершине ее стоит единственный путь Иисус Христос. Сегодня христианству противостоят многие религиозные силы. Пожалуй, самый дикой, самый необузданный из них, самый опасный из них можно назвать Ислам. В первом веке тоже были две религиозные силы, которые яростно противостояли христианству, иудаизм и римская религия. Представьте себе, как воспринимали иудеи вот эти слова, я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Для иудеев эти слова были признаком политеизма многобожия и признаком богохульства. Для иудеев получалось, что Иисус проповедует уже не одного, а троих богов. Вот вам политеизм. Конечно, никакого политеизма здесь нет. Конечно, никакого политеизма здесь нет. Мы верим в одного бога, вечно существующего в трех лицах. Скорее, это нужно назвать тринитарианским монотеизмом. С другой стороны, слова Иисуса воспринимались как богохульство, как будто христиане пытаются обожествить человека. А где же можно найти большее богохульство? Вас, может быть, это удивит, но для римлян слова Христа звучали как проявление атеизма. Как раз в атеизме обвиняли римляне ранних христиан. Они говорили, вот вы не верите в римских богов, вы не верите в греческих богов, вы не верите в божественность императора. То есть вы не испровергаете богов. Говорите, что вот есть только один, который имеет право называться богом. Чем вам не атеизм? И все же истина Иоанна 14, 6 непоколебима. Невозможно стать христианином, если не уверовать, что есть один путь, одна истина, одна жизнь. Невозможно стать христианином, если не уверовать, что никто не приходит к Отцу, кроме как через Иисуса Христа. И в этот момент Филипп говорит, Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас. Иногда, сквозь строки Евангелия прорывается вздох Иисуса Христа. Вот здесь этот вздох слышен особенно явственно. В девятом стихе Иисус как бы вздыхает. Слушай, Филипп, как же так? Мы столько всего прошли, столько всего было, столько ему ты стал свидетель, а говоришь, покажи нам Отца. Как же так? ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Вспомните слова, записанные в первых пяти стихах Евангелия от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога. В Троице присутствуют отдельные личности. Но при этом в Троице есть и общность, и слово было Бог. В 10 главе 30 стихе Иисус говорит «Я и Отец одно». В 10 стихе 14 главы Иисус говорит «Разве ты не знаешь, что Я в Отце и Отец во Мне?» Если ты в это не можешь поверить, поверь, по крайней мере, на основании тех великих чудес, которые Я сотворил. И на основе 9 стиха, где Иисус говорит «Видевший Меня видел Отца». Вспомните еще раз, что говорит Иоанн в первой главе в 18 стихе. Вот что записано в этом стихе. «Бога не видел никто никогда». «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И помните, как мы с вами перефразировали этот стих. «Никто никогда не видел Бога, хотя, конечно же, видели Иисуса Христа». Разумеется, кроме Иисуса Христа. «Или так, никто никогда не видел Бога, хотя, конечно же, видели Иисуса Христа, потому что богоявление Ветхого Завета, богоявление в Ветхом Завете – это явление Иисуса Христа до Его земного воплощения». «Слова Иисуса, которые мы находим в 14 главе 9 стихе, когда Иисус говорит «Видевший Меня, видел Отца», эти слова фактически повторяют мысли, которые мы уже видели в 1 главе 18 стихе. Напоминаю, что уже в 6 стихе Иисус говорил о себе поразительные вещи. А в 12-м же стихе он скажет поразительную вещь о христианах. Я понимаю, что вокруг этого стиха идут немало споров, потому что разные христиане по-разному понимают роль чудес и знамений. Конечно, христиан нельзя делить, но в целях исследования мы можем разделить христиан на 2 категории, сгруппировать христиан в 2 категории. Одни христиане подчеркивают роль чудес и знамений в жизни современного христианина, другие умоляют роль чудес и знамений в жизни современного христианина. И те, кто подчеркивают, возвышают роль знамений и чудес в жизни современного христианина, часто ссылаются именно на 12 стих. Поразительные слова говорит здесь Иисус. «Верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит». Прежде всего, хотел бы сказать о том, как, с моей точки зрения, нельзя толковать этот стих. Этот стих не означает, что один отдельно взятый христианин когда-либо сотворит что-то более впечатляющее, что-то более глубокое, чем дела, чудеса, знамения Иисуса Христа. Никто из верующих со времени вознесения Иисуса Христа не сотворил ничего более впечатляющего, чем воскресение мертвых, не сотворил ничего более впечатляющее, чем Иисус, когда тот остановил ветер, остановил бурю. Никто из верующих не сотворил ничего более впечатляющего, чем дела Иисуса Христа. Так что слово «больше» не значит «более впечатляющее», «более ободряющее», если хотите. Однако недостаточно исключить ложные толкования. Нужно же еще определить, что на самом деле означает этот стих. Во-первых, я считаю, что это обещание, это обетование относится не к отдельному христианину, а ко всей церкви. Потому что само по себе уже количество дел, совершенных всеми христианами мира, начиная от вознесения Иисуса Христа до Его Второго пришествия, будет существенно превосходить количество дел, которые совершил Иисус за время своего земного служения. Я не буду углубляться в вопрос о харизматическом и нехаризматическом понимании чудес. Сделаю просто несколько наблюдений. Ведь мы же с вами проповедуем сейчас и беседуем не о деяниях апостолов. Говорили бы мы о деяниях апостолов, должен был бы я говорить об этом подробнее. Во-первых, сколько времени продолжалось земное служение Господа нашего? Около трех лет. Сколько времени продолжалось служение апостолов? Ну, если Якова не считать, того самого Якова, которого убил Ирод, то, что мы читаем в 12 главе «Деяния апостолов», то получается, ну, лет тридцать. И апостолам дана была сила творить великие чудеса, как и Иисусу. Значит, одиннадцать человек, совершавшие великие чудеса на протяжении тридцати лет, или один человек, совершавший великие чудеса три года. Мы, конечно, можем задаться вопросом о том, насколько часто должны происходить чудеса, и насколько часто происходят чудеса в нашей жизни. И все-таки каждый из нас, я думаю, должен признать, что на протяжении двух тысяч лет существования церкви, истории церкви, Господь неоднократно даровал церкви свои чудеса. Так что, если сравнить тридцать лет с тремя годами, и уж тем более две тысячи лет с тремя годами, то, конечно, больше дел сотворено. Задумайтесь также о географическом размахе служения Господа нашего Иисуса Христа. Понятно, что он какое-то время провел в Египте, но если это время не считать, то получается, что от места своего рождения он не уходил больше, чем на две с половиной сотни километров. Но уже Фома дошел до самой Индии. Другие верующие охватили Словом Христовым весь земной шар. Так что, действительно, и больше всех дел, и больше этих дел сотворили верующие люди. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.